Отель Holiday Inn Express в Барселоне. Находится вне туристической зоны, но в принципе он находится достаточно близко от Саграды Фамилии. Здесь 25 минут пешком находится рядом от пляжа. То есть я бы сказала, что очень удобное расположение. Ценит, конечно, космический. Сейчас он стоит 160 евро в августе за ночь. Но в принципе, если вам нужно несколько дней переночевать, все ок. Сейчас я вам покажу поподробнее, что в этом отеле интересного и стоит ли здесь останавливаться. Внутреннее помещение вполне в спокойных тонах. Здесь можно подождать. Есть лифт, подземная парковка, соответственно, а ресепция на втором этаже. Либо по ступенькам, либо если у вас большое количество чемоданов, вызываете лифт. И на второй этаж направо. Вот это рецепция. И там же справа находится, собственно, кафе, где вы получаете завтраки. А вот выход. В отеле такой вот не дворик небольшой. О, здесь туалет общественный. И сюда уже идет первый этаж. По факту это вообще как бы второй этаж, но считается, что это первый этаж. Проходим до нашего номера. Стандартные длинные коридоры и по обе стороны номера. Слышимость сильная. Очень зря. Заходим. Так. Ой, вот этот запах фимозы жуть просто. Так. Две двуспальных. А, нет. Одна двуспальная кровать. Один раскладывающийся диван. Столик. Телевизор. Для вещей поставка. Шкафчик. С одеяльцем. Так. Что у нас тут еще? Почему-то фэн здесь. Ладно, окей. Чай, кофе. Он бесплатный? Нет? Все. Так, бесплатный сейф. Дальше. Карточка вставляется, чтобы работал свет, естественно. А туалет, ванная совмещенные. Чистенько. Не фокусируюсь. Так, чистенько, чтобы салфетки мыло, да. И все, никаких принадлежностей. Боди. Так, шампунь и для тела мыло. Ну и все. Полотенце. Полотенце. Обычные полотенчики беленькие. Чистенько все. Здесь прикольное полупрозрачное окошко. Так, и вид еще наружу надо. Какой у нас вид наружу? А вид у нас на какую-то жуть. Ой, да. Ой, а вот тут, кстати, грязно. Здесь не протерто. Здесь просто какой-то частный сектор. Нет, не частный, но дома разбитые. Ну, нормально. Пойдет. Несоменным плюсом отеля является то, что здесь включены завтраки в стоимость. Вот у них три лифта. И, соответственно, вы на этих лифтах поднимаетесь на этаж. Завтраки, там же где и ресепция. Ресепция на первом этаже. Здесь есть витнинговый фалат. И, собственно, вы туда вот поворачиваете, где ресепция, там и завтрак. Так, завтрак здесь, шведский стол. В принципе, с точки зрения завтрак абсолютно адекватный. А, значит, вы можете себе тосты сделать, сыром, свечиной, яйца, там огурцы, салат, фасоль, сладости, разнообразный кофе, чай, вот эти такие добавочки, варенье, на варенье, хрустик и прочее. Места много, но вот в данное время людей больше всего, конечно. Потому что обычно, если приходить там к 7-30, то людей будет меньше. Так, людей много, но, в принципе, неплохо, вполне себе. В целом, что можно сказать об отеле? Он полностью соответствует ожиданию. То есть, если вы приезжаете в Барселону на несколько дней, хотите погулять по городу, или у вас-то промежуточный пункт, вполне можно. А с французского вокзала ЖД можно пешочком дойти, если у вас нет вещей. Если есть вещи, ну, конечно, вам придется либо общественный транспорт, либо такси, потому что, ну, чуть-чуть далековато. Но до главной достопримечательности можно дойти пешком. Сеть стандартная, то есть, все отели соответствуют друг другу. Он вполне себе соответствует московскому отелю. Мы останавливались в этой же сети. То же самое. В общем, лайк мне нравится.